друзья всем привет добро пожаловать на наш кулинарный канал сегодня расскажу вам как приготовить турецкий десерт который называется локма получается очень вкусно получается они воздушные посмотрите тесто очень хорошо подходит получаются прям вот как пух очень вкусные сладкие смотрите видео до конца расскажу вам как их приготовить готовится очень просто сразу говорю очень легко эти ингредиенты у всех есть дома всегда не надо бежать магазин что-то искать в описании будет полный состав ингредиентов все давайте начнем готовить итак друзья для приготовления турецкого десерта нам понадобится три с половиной стакана муки друзья стакан у меня всегда во всех рецептов одинаково это вот такой называется он по-турецки так и называется субордак стакан воды здесь 200 миллилитров значит три с половиной стакана таких муки здесь у меня сахар 1 чайная ложка и соль соли чуть меньше половины чайной ложки сухие дрожжи дрожжи у меня 10 грамм пакетик 110 грамм это нам понадобится для теста для сиропа нам понадобится два стакана сахара те же самые стаканы половинка лимона и вода 300 миллилитров воды ну что ж давайте готовить и также нам понадобится подсолнечное масло для жарки сначала нам нужно приготовить сироп чтобы он остыл для этого мы высыпаем два стакана сахара и 300 миллилитров воды и так вода закипела теперь я добавляю сюда лимончик половину лимончик я уже просто сок лимона добавила теперь ставим на медленный огонь и оставляем кипеть ну буквально минут на пять на медленном медленном огне чтобы она сильно не кипела получится у нас такой вот сиропчик 5 минуток сиропчик покипел теперь выключаем и переливаем в глубокую посуду сейчас и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 C، uxxxxXF все, теперь эту же партию тоже сразу же горяченькие сиропчик отправляем пока жарится следующая партия эти как раз настоятся в сиропе в сиропе не забывайте их надо перемешивать чтобы тоже они со всех сторон были и последнюю партию дожариваю друзья они у меня получились огромные просто поэтому смотрите я делала чайной ложкой можете прям даже вот как вы видите два раза меньше чем я брать тесто и будто они поменьше конечно все равно они вкусные сейчас они еще чуть-чуть поджариваются и перекладываю в сироп все последняя партия готова перекладывают сиропчик вот такая вот красота у меня получилось хоть и они не идеально ровный но друзья они очень вкусные посмотрите смотрите какие они воздушные получаются сладкие очень вкусные вообще как орешки их можно кушать прям быстро уплетает друзья если вам понравился рецепт готовьте и ставьте лайки подписывайтесь на наш кулинарный канал увидимся с вами в следующем видео всем пока пока